Доброго времени суток, господа, вы смотрите программу геймни вне эфира. И я как-то в ритм музыки говорю, да, я это заметил. И добро пожаловать в новый сезон геймни вне эфира, собственно игры Fast and the Online. И в новом сезоне мы с вами попробуем, ключевое слово, попробуем играть с модами. А моды у нас, модов у нас несколько. Первый из них это основной Capitance Edition, который дофигуче расширяет возможности игры. И с музыкой все хорошо, а я-то думал, что меня не слышно, да. Но вдобавок к Capitance Edition у нас еще пару аддончиков для него и не для него. Как вы могли заметить, фон вообще другой, то есть у Capitance Edition раньше было несколько другой фон в главном меню игры. Да, Олегович играет в Portal 2, вы этого не видите, потому что у меня захват через игры, через игру, чтобы, если что, тут не всплывало всякое. Так вот, тут стоит мод Better Planets and Backgrounds, который делает такие обои, ну не обои, а скорее фоновые изображения в таком замечательном качестве 3D. Не, не 3D, а HD. Да, я Виктор, это HD. Вот. Помимо этого, тут стоит замечательный мод, который называется Flagship Randomizer, или как он правильно переводится. Но это не совсем мод, это скорее программа. А что он делает? Он... Наш корабль... Флагманский, с которым мы в конце игры сражаемся, он делает его рандомным, причем на основе Capitance Edition. То есть, помимо того, что он вообще сложный, в Capitance Edition сложно играть. Вот. Поэтому сложность у нас останется тем же. Нет. На нормале мы играть пока не будем. Тем более, это вообще я пробую только с этими модами играть. Вдруг что? Мало ли что изменю. И... Все остальное. Я заметил, что... Да. Установлен еще один такой мод, который называется Additional Music, тоже для Capitance Edition. Поскольку Capitance Edition добавляет несколько новых локаций в FTL-у, то... Там, соответственно, у них есть музыка. Но она... Creative Commons. Музыка. То есть, фактически бесплатно. Я заметил, тут пропала такая группа Nanowar of Steel, или что-то вроде того. Или Nanowar. В общем, что-то с Nanowar связано. Nanowar, но только не Savavra. Значит, музыка победы над флагшевским кораблем у нас либо останется классической из FTL-а, либо будет какой-то другой, потому что я проходил Capitance Edition пару раз игру и помню. Помню, к сожалению, помню эту музыку. Она не ужасная, но она специфическая. Да, это у нас всякие пожертвовальщики. И да. Довольно боталовни. Я давно не играл в FTL. Начнем. Особенно с модами. Вот только про... Фу... Фэ. Короче, я все проверил. Все замечательно. И начнем новую игру. Да, я тут тест проводил. И ого-го, что там за полоска такая сзади. Это, кстати, я так понимаю, тоже мод добавился. Слушайте, это Capitance Edition? Или... Что-то другое, потому что ангар сильно изменился, я вам честно скажу. Вот тут Engine с... Человеком. То ли пиво пьют, то ли что. То ремонтный бот ремонтирует. Я так вызреваю, что Залтанец, который стоит, он одновременно и командир, и запитывает этого робота. Вот. Ангар, кстати, изменился. Он стал другим. Вот тут вот этих боеприпасов не было. Но кубики, естественно, Рокман у нас таскает. Вот этот вот любимый. Это его работа, он грузчик. Да, ОМФГ, да. Соответственно, сейв у меня стёрт. Не бойтесь, у меня есть тот сейв, где я всё прошёл. Но... Вот я решил начать заново. Заново в Capitance Edition открывать корабли. И как вы могли заметить, тут много всего нового. Ачивки, правда, те же остались. Вот, это более нормальная команда. Команда негров, но... Сойдёт. Тут добавилось некоторое вооружение. И текстурки немножко изменились. Соответственно, вот этот вот товарищ... Порытруем миссл. Или политрон. Не, политрон это ресурс такой. В общем, по ходу игры мы узнаем, что это вооружение делает. Меня только обижает, что... Тут нету, к сожалению, Burst Laser 3. Тут его понёрфили, скажем так. Но зато у нас 4 единицы питания системы. Есть много ещё всяких штук. Давайте его как-нибудь назовём. Оу, нет. Не Nameless One, а что-нибудь другое. Помню, мы его называли как-то Сам Эрик. А теперь будет какой-нибудь... The Geo Week 0.42. Откуда взялось такое название? Понятия не имею. Да, у нас тут есть ещё такая вот... Argumentations. Которая позволяет нам в некоторых маяках... Строить... Производить топливо. Я надеюсь, вы с игрой FTL знакомы. Если тут кто-то новенький. В чём я очень лично сомневаюсь. Поскольку эта передача не пользуется такой популярностью. Кстати, вот тут мины валяются. И запускатель мин. Ещё человечки, роботы. Да, ангар, конечно, изменился в лучшую сторону. Он красивее стал. Но ещё один дроид. Вот. Поэтому вы наверняка из основного FTL-а знаете всё. А вот из Captain's Edition, возможно, не все. Да, игра мы, как я уже говорил ранее, на Изи. И что-то у нас долгое вступление. Мы уже поехать должны. Поехать должны. Поехавшими. Это, по-моему, слизень. Я не вижу, к сожалению. Но очень на то похоже. Слизя. Вау, вот это космос. Да, вот тут, конечно, в этом углу экрана нифига не видно. Ну, видны цифры и значки. Это уже хорошо. Вот, соответственно, не так важна эта читаемость. Потому что мы с вами бывалые. Да, это вот окошечко из мода flagship randomizer. Randomizer. Фу, я чуть не обломался, что не идёт запись звука. Но паранойя. Вот. Это у нас подсказка, которую я с вами сейчас прочитаю. И вот этот интересный вариант. Вот. Ну, тут нам, как говорится, важная информация о флагманском корабле повстанцев. И подсказка. Вооружённые космические станции. Космические станции имеют довольно прочные корпуса. Но они имеют двигателей. А что означает, что они не могут увернуться от ваших выстрелов? Используйте это как своё преимущество. А хотел бы ещё учесть один принцип, по которому работает мод flagship randomizer. Рандомайзер. Как я его называть-то буду? Ну, пусть будет хоть рандомайзер. Бизайер. И всё остальное. И как бы... Неважно. Главное, как он работает. Он генерирует один корабль за одно нажатие в программу. То есть, у меня на обычном Windows в рабочем столе есть программа. Я её запускаю. Он генерирует мод. Генерирует мод. О, видите, уже сколько произнес. Уже в горле пересохло. Ну, ладно. Генерирует один корабль. В один мод. То есть, чтобы сменить корабль, нужно переставить мод. И каждый новый заход, при учёте, что моды останутся те же на FTL, корабль будет одинаковый. Но не такой, как вот обычен. Это очень здорово, поскольку шансы на победу так гораздо выше. Особенно в последних заходах. А ещё мне что в этом нравится, что можно разрабатывать какую-то конкретную тактику под корабль. Ну, собственно, давайте посмотрим, что же у нас тут предложили. В общем, дата, почему я её датой называю? Хотя правильно это говорить данные. Но по-английски это data. Даже не у них по-английски data это date, а data это данные. Ну, так вот, data показывала, что слабостью флота повстанцев являлся их флэкшип. Ака-флагман. Да ладно, скажете вы. И давайте посмотрим на подробные файлы. Тут, к сожалению, картинка не показывается. Я бы по картинкам лучше узнал. Я люблю картинки и смотреть, как там... Как там... Даже не знаю, как сказать, но... Люблю, когда это визуально всё представляется. На текст я воспринимаю хуже. В общем, строение корабля это много-много-много-много-много-много-много-много комнат абсолютно пустых, без экипажа. И только все они искусственным интеллектом управляются. И маленькая комнатка с... Комнатка с... Человеком. Ну, или не обязательно человеком, просто органическим... Органоидом. Фу. Органическим существом. Хотя звучит это примерно одинаково. В общем, давайте системы посмотрим. В общем, на этом замечательном корабле... Основными систем... В основных системах... Были включены контроль разума. Система клокинга скрытности. Господи. 13 минут. Пока только читаем никакого экшена. Подождите минутку. Или прокрутите. Система скрытности. Система скрытности. И каким-то... Випон хит маскинг. Я так понимаю, это защита от нагрева или что-то такое. Система скрытности. А в конце концов... Еще какой-то клокинг-система с хит маскинг. А, это генерируемый текст. Я теперь понял. А что тут повторы? Видимо, у него две системы. С... Клокинг-систем с хит... С хит маскинг. А, хит маскинг. Я понял, что это. Это позволяет стрелять ему, не убавляя очков скрытности. То есть, он может быть невидимым, стрелять. И от того, что он стреляет, длительность невидимости не уменьшается. Да, и хакинг. Что у нас с Японом? В общем, вдобавок к этому, флагшип... Флагшип... Был экипирован... Нифига себе. Эээ... Артиллерийским орудием. Вы не знаете, если вы знаете... Эээ... Кэпитанс Эдишн, вы, наверное, знаете, что такое артиллерийское орудие. Кэпитанс Эдишн. Кэпитанс Эдишн, Кэпитанс Эдишн. А я-то знаю. Это... Мощные лазеры, которые пробивают один слой щита. И наносят, внимание, 8 урона за раз. Только представьте. Один раз попал, 8 урона. То есть, любую вашу систему он отключит. В том числе и щиты, если щиты в этот момент будут все сняты. То есть, всего 8 единиц щитов... Будет. Эээ... Если у вас щиты максимальные, и каким-нибудь вспомогательным орудием у вас эти щиты отрубили там на 5 секунд, или сколько они там перезаряжают? И в этот момент по щитам попал один, всего один артиллерийский снаряд. То у вас щитов вообще не будет. Вот они у вас просто повредят, делаются все эти 8 единиц системы, и всё. И вам кранты. И всё. И ваш корабль будет разобран. А представьте, это в двигатели попадёт. Вот это будет ещё кошмарой. Потому что, возможно, у вас тут двигатели будут вам увернуться. Можно будет. Да, основным орудием также были бюрст-лейзер и огненные ракеты. Значит, вторая артиллерийская... В общем, у них луч есть, тяжёлый луч. Это означает, что луч пробьёт аж 3 щита. Я так понимаю, это на второй бой, или как? Не очень понял. Но я первый раз играю. Я просто хочу с вами вместе поглядеть, что это такое. Мне это интересным стало. И плазменная пушка. Плазменная пушка, это пушка поджога. Она поджигает у вас. Да. Да, в общем, как только наши системы упадут до нуля, наш корабль сгорится от этих плазменных ушек. И бэкап системы. То есть, аварийные системы. Это дронская аварийная система с несколькими дронами. Тяжёлым атакующим дронам. Я боюсь слова тяжёлым. Дополнительным защитным дроном. Причём адвенст. Это значит, что он любые наши снаряды будет сбивать на раз-два. И маленьким, но противным восстановительным дроном. И ещё. Также какой-то внутренний ядерный генератор был. Ну, ядерный это так, от себя тина, поскольку... Если он хьюж, то он наверняка какой-нибудь ядерный. В смысле, энергии много вырабатывает. И подпитывает супероружие. Так же... Так же у него были установлены анаботы. Но вы не бойтесь, мы в следующих сериях так читать не будем. Мы в следующих системах будем... Как вам сказать-то? Пропускать это, потому что... Я же вам объяснил принципик у мода, что... Генерация такая одна. Вот. К сожалению, в начале пустого маяка нету. Собилиан сектор. Какой страшный звук. Вот это космос вообще. Ага. Сканеры... Сканеры обнаружили пиратский корабль. Он вам говорит... Отойди, или будешь уничтожен. А я атакую тебя. А ладно, ты сам напросился, сказал пират. Пират. Вот. Что у него из оружия? У него из оружия скраб-пушка и скраб-лазер. Кстати, чем вот эти отличаются? Вот это скраб-пушка стреляет двумя зарядами, но жрет мало энергии. А вот эти скраб-заряды, они в основном щиты снимают. И они урона системам не наносят, только корпусу. А вот это я не помню, что это скраб-пушка делает левое у него. А давайте-ка я сначала в щиты стрельну. Даже мид. Ох ты ж слизень. Опа. Ага, high energy impact. Я так понимаю, это энергопушка. Видите, нас уже 2 единицы сняли, а мы на легком играем. Чего же вы хотели? Я так понимаю, эта пушка у нас 2 единицы урона наносит нашему корпусу. И 1 единицу урона... Так, не хочу я больше повреждений. И 1 единицу каким-нибудь системам. Я не хочу больше 2 единицы прочности терять. Я даже не хочу тратить ракет, их всего 8. И там очень мало. Много это какие-нибудь... Какие-нибудь 20, например. Да, мы уничтожили корабль. Так. Мы подобрали осколки и нам сказали... А, в общем, нам сказали извините. Да пошли вы знаете куда. Мы вам отдали все, что смогли. Остальное нам жадно. Космос, конечно, зашибись просто. Магазин. Комиссионный магазин. Это еще из прошлого. Ох ее. Не буду я покупать раба. А, вот эта пушка у нас проходит сквозь энное количество щитов. Вот это обычный лазер. Ничего страшного. Не наносит урона ни системам, ни... Не корпусу, наносит большие повреждения экипажу. Не помню, сквозь один щит проходит вообще. Поэтому ничего страшного нету. Я только не понимаю, зачем им такой лазер. Типа выпиливание команды. А там... Там вдруг рабы найдутся на вражеском корабле. Во, видите? Урона вообще ноль. Ноль. А, ноль. Ага. И тут у нас некоторая такая дилемма. Нам предлагают либо уничтожить корабль нафиг, что нам невыгодно, потому что... Ну, ё-моё. Рабы, халява. Вот, ФТЛ это была халява, а тут не халява. Тут можно заставить работать кого-то на свой корабль. Но тогда наши с вами товарищи скажут... Ах ты какой гад, капитан. Надо его... Либо он кто-то на сторону врага перейдёт и будет нас тут всех саботаж устраивать. Либо вообще из команды выкинется. Что, в принципе, лучше, поскольку когда он станет врагом, изменить его нельзя будет. Вот. Наши зрители. Поэтому... На некоторых кораблях так можно сделать. Специальный синенький выбор будет. Это у нас будет уже в поздних летсплеях. А пока мы будем добрыми. И освободим раба. И отправим его на следующей станции. Да, в общем, раб был немного болен. Мы его отпустили. И ни хрена не получили. Вот. Извините, но... Это именно так. Слушайте, красивые какие эти. Да, мы можем тут пиратствовать и уничтожать все корабли. Конечно, мы тебя подвезем. В магазин мы заходить не будем. Слушайте, это просто зашибись. Фоны... Не зря, что их установили. Правда, опять нифига не видно. Ну и пофиг. Ага. Нам встретилась станция. Сеть любительских станций. Нам встретилась станция. Станция Федерации, которую захватили повстанцы. И что меня конкретно бесит, так это... На дым оружие под... О, отлично. Мы сняли у них ракетницу, а вот это меня бесит. Ой, не хочу ракеты тратить. Я не люблю ракетное оружие. Чё? Да ты офигел. Хренак. Да. Ну ничего, бывает. Чё? Да вы... Да вы офигели десантом. Слушайте, я все-таки не пожалею на вас ракет. Ого, да мы двумя ракетами стреляем. Вот это зашибись. О-о-о. Так. Надо куда-то его... Да, у нас, кажется, система дверей отрубилась. Нам надо посылать... Чи... Чинильщика туда. Блин, да его же забьют, как мамонта. Так, забьют или не забьют? О, чё-то я боюсь, что его забьют. А-а-а. Так. Так, ну, во-первых, мы закроем все двери. Кстати, я научился такому ходу интересному. Так. Вот эту только дверь закро... Э-э-э! Ох ты ж, слизень. Вообще, мы можем уничтожить или принять скромный дар? Я принимаю скромный дар. Ну, а да, мы тут можем сподлечить и их убить нафиг всех. Но это, опять же таки, вызовет позор и негодование для нашей команды. Поэтому мы этого делать не будем. Пойду-ка я вас подлечу. Вот это бой был. Вот это бой... Давно я так не развлекался. Слушайте, всего одна серия. Они так много сделали. Даже сектор один не прошли. Ку... Куест. Куест. Хвест. Да. А мы сделаем ход конем. И пролетим на... О! А это у нас торговая система. Причем она корявая до невозможности. Можно читерить и бесконечно продавать товары там за какое-то количество скрапа. А можно это как бы взять, взять на себя и продать потом вместе с выгрузкой. Можно получать прибыль из этого. Ну, я куплю какие-нибудь консумер гудс. Блин, что... Они мне... А мне не сделали такую... Во! Да, я как раз... Как раз вот говорил, что делает вот этот вот скратер. Ну, во-первых, нам чиниться надо. Видите, 10 всего скрапа. Ох, кто там у нас? А, ну это у меня уведомления пикают. Вот. Но... Оружие... Тут, в принципе, никакое. Я бы купил члены экипажа. Но у меня идея получше. Я забыл, что это можно все на апгрейды пускать. Чё? Ну, окей. Будем тогда так, средненько делаться. Ой, я думаю, мы вот пролетим один сектор и... Закончим вступление нашего нового сезона ФТЛ. А почему-то у меня паранойя. Ага. В общем, мы тут сложаемся с беспилотниками. Беспилотники тут получше иногда бывают. Так, у нас тут бомбочка. Ой, знаешь что? А, у нас двойные щиты, кстати. Блин, а бомбочка-то у него того не активировалась. О, вот это мне ФТЛ... Фу, ФТЛ... Фу, ФТЛ... Кстати, вот этого отсека не было в версии ванильной. Ванила. ФТЛ отсека для Кестрела. Многие скажут, нахрена этот отсек тут нужен? А я вам скажу, а вот не нахрена. Кстати, в предыдущей версии Кэппитанс Эдишн дверки были вот здесь. Как ни странно. Они вот здесь вот были, по бокам. Остались здесь, интересно. Так вот, количество пустых отсеков повышает вероятность того, что искусственный идиот или искусственный интеллект попадет в отсеки с системами. И тогда урон корпуса он нанесет, но урон системам он не нанесет. Это безусловный плюс. Поэтому очень хорошо, что тут увеличили на один отсек. И вот, мне нравится, что говорят, опасность, перегрев реактора, скоро тут бомба возникнет. И мы успеем отсюда увезти экипаж, который тут был. Что спасет, возможно, кто-нибудь хилый такой брел до мета-отсека, бежал, бежал, а тут бомба на, и все, и нету члена экипажа. Вот так-то. Поэтому это полезная вещь. Кого-то оттуда отвезти. Ох, ты ж слизень. Ага, вот о чем я и говорил. Вот о чем я и говорил. Ах, ты ж слизень, ушел в Клокинг. Ой, ну куда ж себе стрелять. Парааааа. Всего 20 скрапа. В общем, станция оказалась заброшенной. ну чинись и быстрее замечательно о еще один магазин она нафиг не нужен опа какой красивый космос мне прям нравится этот better plans and the grounds прям зашипись в общем какие-то странные формы жизни в общем нам тут предлагают с туземцами побеседовать мирно но нам это нифига не дало поэтому мы по ухты а вот это для меня сюрприз раньше капитан сэдишн сектора назывались не классически там свиллиан хастайл там на было кстати вот эти набуловский сектора это кстати не набуловский сектора там не обязательно будет вот этого туманность это hazard сектора там могут быть минные поля радиация черные дыры и это не севиллиан сектор был а какой-нибудь такое название которое ты должен был расшифровать и понять что это за сектор такой ну ладно в какой сектор из этих двух мы полетим это широкая свобода выбора а с вами был свин и до свиданец а может я сам сейчас выберу в сектор полететь а знаете полечу я по правилу левой ноги с вами был свин до свиданья